Александра, одного из представителей сферы фриланса, специализирующегося на графическом дизайне, мы пригласили пообщаться в парк «Березовая роща». Здесь молодой человек реализовал один из множества своих проектов. У нас не сжатые сроки были. У нас две недели. Вот за две недели, в принципе, мы все успели. Разработали эскиз. Сначала был небольшой объем, потом вытянули полностью. Увидели какой-то результат и решили, в общем, весь забор покрыть каким-то рисунком. Александр, художник-самоучка, говорит, сожалеет о том, что в свое время не закончил художественную школу. Впрочем, природные задатки, желание заниматься творчеством определили выбор профессии. Есть такая сфера деятельности, графический дизайн. Занимаемся дудл-анимацией, которая, ну, что-то новое у нас в России. Это что-то такое, какая-то история. Работают сценаристы, звукооператоры, дикторы. Придумывается какой-то рассказ, история, что товар где-то лучше, тут хуже, где-то так. Ну, может, в какой-нибудь фольклорной сфере, либо фантастической. Это больше не из-за денег, больше все-таки из-за какого-то яркого, не знаю, результата, видения какого-то художественного. Это началось где-то далеко в детстве. У меня мама художник, ну и как-то у меня постепенно начал развиваться. Графические дизайнеры фантанируют идеями. У них множество планов. Разработки всегда по несколько проектов. Это благодаря им улицы городов и интернет-ресурсы пестрят разнообразной рекламой, а газеты и журналы притягивают взгляд читателя. Веб-дизайн, создание корпоративного стиля компании, разработка упаковки товара – все подвластно настоящим профессионалам. Дизайнеры выполняют заказ, стараются реализовать все пожелания клиента. Бывают хорошие заказчики, которые приходят и говорят, что вы дизайнер, я вам доверяю, делайте, что хотите, а знайте, что вы сделаете хорошо. Бывают такие, которые не знают, что хотят, и то, что им предлагают, тоже не очень нравится. Вот с такими людьми сложно работать бывает. Пытаемся найти общий язык, что-то все равно более-менее подходящее сделать. Все равно делаю вариант, который он хочет. Если я вижу, что он не очень, то я предлагаю еще свой вариант. Дизайнер – это прежде всего художник, понимающий и чувствующий цвета, композицию, создающий образы. Человек с развитым чувством вкуса и талантом маркетолога. Профессиональный праздник у представителей этой профессии появился сравнительно недавно. В 2005 году учрежден был в день 50-летия признанного дизайнера графика Владимира Чайки. У праздника, равно как и у самой профессии, есть будущее. Рекламная индустрия развивается слишком стремительно.